Привет, друзья! Я сегодня хочу рассказать о том, как я впервые в своей жизни дал полноценное интервью в газете. Не буду называть её название, чтобы не было рекламы. Но, знаете, это странное такое ощущение. Ощущение того, что ты немного чувствуешь себя звездой. А почему я почувствовал себя звездой, я помню, у своего интервьюера, то есть кто берёт у меня интервью, говорю, я буду давать интервью, но только вы мне, пожалуйста, налейте кофейку. Ну, точнее, не налейте, а купите кофе или что-либо я там закажу. Это мы были, у нас тут есть кафе про кофе, да, и вот там они брали у меня интервью. Ну, два человека. Я в этом интервью рассказал немного о своей жизни, о своих принципах, да. Я тогда ещё не знал, как жёстко меня обманывают врачи. Но всё равно, мне кажется, это было... Ну, ощущение классное, классное ощущение. Я многое рассказал, мне появились друзья, как я вообще на это интервью попал, да. Мне позвонил моя подруга и сказала, что вот у неё есть подруга, которая очень нужна весной, что-нибудь такое позитивное, вдохновляющее для людей. И ей показалось, что мой пример, да, будет интересен. Ну, что я сделал в первую очередь, помню, сижу на паре, пишу основные моменты. Ну, так, основные моменты, чтобы ничего не забыть, да. То есть то-то, то-то, то-то. И мы потом, после того, как я написал, договорились и встретились в этом кафе. И я начал рассказывать, как всё было, почему и так далее. Ну, в общем, конечно, я почувствовал себя звездой. Потому что, ну, не у каждого берутся интервью, ну, правда. Вот, и такой класс, такое ощущение. И, в общем, если у кого будет возможность, да, и что-либо рассказать, и так далее. Не бойтесь и пытайтесь давать интервью. Это и жизнь немножечко черту подводит определённую. То есть это для саморазвития самое оно. Раз. Я ещё хотел дополнить предыдущее своё сообщение в видеоблоге, да. То, что сегодня, да, я нахожусь на восьмом дне голодания. Моя цель – это 21 день. То есть ещё раз позоверюсь. Это войти в Новый год очищенным, с таким новым восприятием. Ну и так далее. Это, конечно, кто этим занимался, трудно понять. Ну, представьте так. Мир с заглядом ребёнка. Ещё я сегодня почитал классный пост у человека в блоге, да, который рассказывает о пересыщенности людей, о том, что их ничем не удивить. Не удивить даже прыжком с парашюта. Не знаю, ещё чем-либо. Поэтому многие люди, ну, не знаю, многие или немногие пытаются отдыхать, да, где-то там, не знаю, в Таланде и так далее, чтобы ездить на байдарках, где рядом кишат крокодилы и всё и в том роде, да. То есть, конечно, я понимаю, что вот эти главные проблемы, главные проблемы, да, это депрессия, особенно в довольно-таки обеспеченных странах. А вы знаете, мы по сравнению со многими странами третьего мира обеспечены, потому что, как классно заметил автор, ведь не часто ли вы сталкивались с такой проблемой, когда вы выбираете подарок своему другу, да, а потом понимаете, а у него всё есть. Ну, он, правда, грустный и несчастный. Задумайтесь об этом. До свидания.